Спонсор этого сезона – SMART, Международный онлайн-институт психологии. Добрый день, друзья! У нас сегодня в студии не только я-психолог, но и почетный клонолог, клоновед или клонофил Екатерина Шипалова. Это я. Да, и можно было, наверное, из моей подводки догадаться, что мы сегодня будем говорить о прекрасной и ужасной истории любви… Любви! Правильно! Любви Жаде и Лукаса из не менее прекрасного и ужасно длинного сериала «Клон». Послушай, 210, если я не ошибаюсь, или 140 серий – это просто глазом не моргнёшь и посмотришь. Тем более, когда затягивает. Тебя затянуло, я смотрю. Ну, скажем так, если учесть, что сериал был, когда я училась в 10-м классе, то меня так сильно зацепило. Самый возраст такой, конечно, сериальный. Ой, это сильно отразилось, скажем так, на моей жизни, потому что цитировать дядю Али я не перестала до сих пор. Да, даже ты сегодня зашла в студию с прекрасным спичем от Лары Назиры. Да, Лара Назиры вообще тотемный персонаж сериала. Обожаю её. Я считаю, потому что, ну, несправедливо абсолютно Жаде названа главной героиней, самая главная героиня. Она, вот понимаешь, если кто помнит последнюю серию, не приведи, Господь, кто-то из вас не смотрел и не в материале. Я, вот честно, вас выведут на площадь и доставят вам тысячу плетей. Вот, Лара Назира там в финале даже, ну, она даже заканчивает этот сериал красивее всех. Ну, вот правда. И, действительно, она та самая богатая родственница, которой все мечтают, наверное, стать сейчас. Я боюсь получить тысячу плетей. Ты знаешь, я вспомнила, что я не помню, чем заканчивать сериал. Ой, а мы будем об этом говорить или всё-таки побережём людей? Нервы или что? Блин, вот не хочется лишать удовольствия, потому что всё-таки финал там достаточно яркий и, скажем так, не совсем типичный для сериала, который вообще претендует на достоверность. А сейчас мы поговорим, почему он претендует на достоверность. Сегодня будет, друзья, много шуточек, но вы как-то между ними постарайтесь выхватить смысл, с которым мы сегодня пришли. Потому что нам всё-таки, конечно, нужно, ну, так раскрыть эту историю любви, какие они вообще были, эти герои. У нас тут вообще не шуточный подкаст серьёзный, потому что мы, безусловно, можем хихикать вокруг любой темы. Но лично на моём примере, на моём опыте, я хочу сказать, что те серьёзные темы, которые поданы с юмором, усваиваются у человека очень легко и хорошо, нежели мы тут сейчас будем душнить про неравенство и прочие вещи. Ну, давай начнём с того, кто у нас такие жадии Лукас. Для тех, кто не смотрел, но пример подобных взаимоотношений где-то перед глазами у них есть. Кто это такие? Лукас, сын богатого миллионера, бразильского, шикарного. Да, а жадия марокканская девушка из тоже довольно приличной марокканской семьи. Из приличной марокканской семьи, но жадия была бедной родственницей, да, то есть когда её мама не стала, то... Её прибрали к рукам. Прибрали к рукам, действительно, сердечные, добрые родственники, потому что вот восточное общество, и исламское общество, оно, наверное, может похвастаться тем, что дети, оказавшись без родителей, там не попадают ни в какие детские дома, а они присваиваются своими родственниками. Разные бывают ситуации, конечно же, но, тем не менее, семейственность в этом обществе, у неё стоит такой вот первый пункт. Вот семья – это самое важное, неоспоримое, там есть иерархия, авторитеты, непререкаемые, есть почитание, есть множество, ну, большая степень табуированности. Закрытость этих семей. Да, попасть туда невозможно, да, ты можешь... И выпасть тоже. Выпасть очень сложно. Жадя пыталась всю дорогу выпорхнуть из этой золотой клетки, вот. И, в общем-то, нам показывается, в первую очередь, это такое не классовое неравенство, а их союз как мезальянс, как невозможное что-то. И ещё культуральное неравенство. Безусловно. Насколько сильно нужно было друг друга любить, сейчас мы поговорим, была ли это любовь, для того, чтобы сквозь все... А был ли мальчик? Был ли мальчик? Сквозь все тернии, сквозь все непонимания, да, вот Лукас нам предстаёт достаточно таким представителем золотой молодёжи, но мы как-то понимаем, что он парень культурный. Приличный, надо брать. Приличный, да. Подумала Жадя. Жадя тоже, попав в незнакомую обстановку, потому что в Марокко она переехала из Бразилии, где она с матерью жила уединённо, но она видела... И где было у неё больше свободы. Чуть-чуть больше, но всё-таки мама была к ней тоже очень строго, очень переживала за её честь, за то, как вообще будет происходить её взросление в этом свободном обществе, которое кишит харамом просто. Вот надо понимать вообще риторику таких семей, потому что в России тоже очень много людей, которые исповедуют ислам, и когда их культурный код находится на уровне, то они очень стараются удержать свои обычаи, но при этом понимают, что без интеграции в общество, в котором они живут, дело это невозможное, потому что всё-таки на какие-то компромиссы приходится идти. Балансируют, в общем. Да, балансируют как могут, но это если есть хороший культурный код. Если его нет, то тогда стараются просто отмести всё новое, незнакомое, и значит враждебное, и плохое, и вот только как бы в своих скрепах этих находиться. Так, собственно говоря, у нас и обстоят дела с этими очень молодыми, очень страстными людьми, которые случайно совершенно друг друга увидели и очень сильно заинтересовались друг другом. И последующие 25 лет мы наблюдаем их... Эту заинтересованность. Да, ну там, как в фильме Джонни сделал монтаж, мы, конечно, видим, как они там женятся, замуж уходят не за тех, рожают детей и так далее. Я хочу много поговорить о том, что всё это время, пока эти двое стремятся друг к другу... Ты же знаешь, да, что они поженились в конечном итоге, актёры, которые играют Джоди и Лукаса, что у них дети есть, да? Они, по-моему, развелись уже, нет? Развелись уже, но они недавно делали совместную фотосессию и ролик совместный. Они забавные. Они хороши, они хороши. Они, знаешь, они такие латиноамериканские Дэми Мур и Брюс Уиллис. Вот примерно то же самое. Да, но сам персонаж Лукаса, ну, я ему не очень импонирую, скажем так. Мне кажется, он немножечко, ну, что-то не дожал. А тенденция же какая была, слушай, когда мы учились в 10 классе, это, простите, 2006 год... Это вы. Это мы. Лукас был чуть ли не мучеником. Вот чуть ли они оба были такими мучениками. А тут бах, пролетает 15 лет, и уже Лукас никакой не кораблик, и уже не любимка, а уже он каблук, тряпка, бесхребетное существо. Маиза нормальная баба, жадя истеричка, а Саид просто, ну... Хороший человек. Поплыл из-за этой кучерявой. Да. Будем разбираться. Поплыл не туда, жалко мужика. Жалко мужика. Ты знаешь, он когда себе взял вторую жену ранее, я думаю, какая красивая девка, сейчас жадя посыпется. А нет, а нет. Так он взял ее уже для жади, понимаешь, вторую жену, чтобы ей было не очень комфортно жить. Не скучно. Не скучно, да, совсем. А в конечном итоге. Нет, ну жадя, конечно, хитро сделанная бабенка, она же вот всех пыталась сделать своими союзниками. Сколько раз из-за нее страдала Зарайда? Сколько раз? Бедная женщина с таким огромным добрым сердцем. Сколько раз она из-за нее рисковала своим честным именем? Вообще. Безжалостно, конечно. Я смотрю, ты тоже не очень как-то к жаде, да? Ну как? Не лежит у тебя сердце? Перестала лежать, когда она же от Саида-то подродила все-таки. И, на мой взгляд, после этого же уже, ну, надо как-то себя в руках-то держать. Уже ребенок-то у тебя есть. И, конечно же, появление детей даже от не самого любимого, ну и хорошего мужа. Потому что, надо сказать, что Саид шел на глубочайшие реверансы и компромиссы по отношению к... Вот что любовь-то делает, ё-моё, просто... Да, да. И мы не можем назвать этого человека слабохарактерным, понимаешь? Вот совсем не можем. Вот нет, нет, совсем. Он принимал какие-то волевые решения. Видно было, как он боролся с тем, как она тут пытается... Ведь она сначала пыталась сделать так, чтобы он сам от нее отказался. Готовила дрянную еду, там, не убирала дома, не гладила ему одежду и так далее. Таня живота не танцевала сначала. Не танцевала, потому что живота у нее не была тощая была, как не то, что там другие женщины. Вот. И таким образом у нас в этом дуэте Жадя и Лукаса вообще появляется еще два человека, которые все это время тоже достаточно сильные переживания испытывали. Это Саид и Маиза. Вот. Кстати, прекрасная пара. Могли. А они же потом... Да, да, да. Там был период, был, был. Да. Мне кажется, это зритель навел, знаешь, на такую... Я помню, ты знаешь, когда я смотрела сериал, именно вот рядом с их парой мое сердечко как-то так забивалось чуть быстрее. То есть именно их отношения вызывали у меня какое-то, ну, правда, возбуждение, интерес. А знаешь почему? Это, во-первых, очень сильно раненые оба люди. А во-вторых, они из-за своей вот этой накопившейся агрессии они были как два огня рядом. И ты думаешь, а что сейчас вообще случится? Да, соблазнительно довольно. Очень соблазнительно. Мне кажется, это был блестящий сценарный ход. И в целом... Почему вообще сериал получил такое огромное в России признание? Как думаешь? Ну, во-первых, он очень красивый. Это да. Именно вот этот интерес с культуральным каким-то несоответствием. У нас тоже такое есть. Да, тоже такое есть, что мальчик из такой семьи, девочка из такой семьи. Вот они встретились, и несмотря на все сложности, которые приносят их происхождение, они стремятся друг к другу много-много лет. И это, знаешь, это любовь. Она такая нетленная и нетлеющая. Мы продолжаем верить на протяжении всего фильма в то, что действительно эти люди очень сильно друг друга любят, стремятся и так далее. У меня есть традиция. Каждые новогодние каникулы я пересматриваю сериал «Клон». Зови меня в следующий раз. От начала и до конца. Не, а мы с тобой, как это, пятилетку в три года сделаем. Сейчас же сезон «Окрошки» островская. Мы с тобой будем окрошку рубать под «Клон». Там первые серии, знаешь, какие. Ух ты, мы видите, в самом соку находятся. И вот, значит, у нас персонажи. Персонаж Маизы. Персонаж Маизы – это девушка, которая была влюблена в брата-близнеца Лукаса, который погиб. И ничего лучшее она не нашла, как взять фейк. Все, что осталось, как бы. Копию, да, удачную. Как взять все то, что осталось. Один в один, как говорят люксовые реплики. Мы понимаем… Не прикопаешься. Не прикопаешься. Ну, там есть, конечно, значительные различия. И когда… Вот там есть такая интересная параллель. Она достаточно драматическая. Но поскольку это бразильское мыло, да, как его называют, мы этой драмы, ну, не можем прям ее так воспеть. Когда берутся два персонажа, один из которых обладает весьма значительными качествами, Дьогу был агрессивный, порывистый, талантливый. Талантливый. Только огурцы. Но обязательно, чтобы там были помидор. Вот, помидор очень важен. Потрясающие параллели, друзья. Только ради наших метафорических параллелей стоит слушать подкаст «Все в твоей голове». И здесь, когда берутся вот в арках персонажа, берутся два героя, где один такой привлекательный, такой смелый, яркий и вообще молодец, а другой, ну, хороший, но мы видим его как такой оттеняющий персонаж. И вот один из них должен обязательно умереть. Умирает, естественно, яркий. Таким образом он становится для его тени еще более недостижимым. Потому что с человеком ушедшим невозможно ни конкурировать, ни поговорить. Я думаю, что... А вот подтащи нам, пожалуйста, из психологической книжки теоретическую часть вот этого явления. А, ну как же мы говорим? О покойниках либо хорошо, либо никак. Почему? Ну, есть такая, не знаю, идея, скажем так. Так сложилось уже. Концепция, так сложилось. И, конечно, если погибает твой какой-то очень успешный брат, брат, или вообще, ну, брат, скорее всего, мы не будем говорить про родственника, потому что все-таки тут братская именно история, братская конкуренция. Так или иначе, она всегда существует. Мы не можем от нее избавиться. И хорошо, что она есть. И тогда получается удивительно, но Лукас как будто уже проиграл заранее. Техническая ему вытащили. Техническая, да, все. Он заранее проиграл. Диогу весь такой яркий помидорчик почил это в жизнь. И все. Трагически, естественно. Естественно, трагически. Он не мог просто умереть, да? Да, и тогда, с одной стороны, тогда на Лукаса все эти надежды у отца, да, они сваливаются безумными, жесткими ожиданиями. А справиться он с этим не может, потому что он не Диогу. Он совершенно по-другому устроен. А на него накладывают все. Да, накладывают, конечно. Это продолжается в двойном теперь размере. Он остался единственный сыночек. А можем ли мы считать, что именно из вот этой нагруженности, из этого груза, который на него перепадает от всех, от отца... Груза, родительских ожиданий. Мы все про это знаем, да. Она тут же подключается, такая, хоп-хоп, смотри, да ты почти такой же. Давай тут чуть-чуть причешем. И ты уже считай Диогу. Давай, не думай. Пойдем под венец. Да-да-да, вот такое. Там очень много про него, кстати. Я сейчас думаю про вообще этот персонаж. А, самый... И поэтому он как будто ничего не решает. А, нет, смотри. И встреча с Жадей, сейчас я мысль закончу, как будто единственное его, знаешь, решение. Это как протест такой некоторый. Вот, я как раз и хотела сказать, что, во-первых, встреча с Жадей могла стать его таким первым взрослым решением. Он же тогда и пришел к отцу, говорит, что такое хорошо, что такое плохо. Вот. А еще самое главное, что Жаде не знала всей этой подноготной. И она от него, кроме любви, ничего не ждала. Она была готова жить с ним в развале. Ну, хотя, как ты думаешь, знала она, что он миллионер? Нет, ну, в развалинах она еще, наверное, это не познала. В развалинах она познала что-то другое про него. Но там ничего нам не показывают. Нам не показывают. Все-таки в таких нельзя. Но Саид как бы после первой брачной ночи немножко кивнул. Познал, что Жаде была уже познана. Да. Немножко. И он был великодушный человек, смотри. Говорит, ладно, все равно, оставайся со мной. И я буду с тобой. Возможно, Лукас чему-то Жаде научил, что Саид уже думает, ну, как раз такое, тогда оставайся, конечно. Несмотря на все его исламские принципы. Да. И здесь, друзья, нам не хочется делать акцент, например, на мусульманское общество. Они могли бы быть кто угодно, буддист и католик. Здесь рассматривается не конкретная религия, просто об этом важно сказать. Мы будем сегодня много употреблять цитаты Назира и дяди Али и приводить примеры из, скажем так, устройства жизни того или иного сообщества. Но самое важное, что следует понимать здесь, что мы рассматриваем именно столкновение непохожести и как люди с этим в конечном итоге обошлись. Ну, это классическое столкновение ценностей разных, правда. На базе своих чувств. Законов, правил. Да. В этом же правда что-то есть. Ну, ты понимаешь, там же запретное непохожее, нельзя. Да, да, да. И правда, это рождает очень много энергии. А еще очень много... Как внутри пары, так и вокруг всей этой истории. Очень много мифов. Слушай, давай возьмем на себя просветительскую функцию, немножко их развеем. Я немного знаю, потому что вот моя мама много лет в Арабский Эмират летала по работе. И когда я там первый раз оказалась, она объясняла мне правила, по которым мы должны, там, находясь где-то в гостях. Мы готовили одежду определенную. И мне мама тогда объяснила, что это общество выстроено иначе. И девочка, даже 12-летняя, не может появиться на улице в очень коротких шортах, как я привыкла ходить дома, там, гуляя во дворе. И это, конечно, меня очень сильно удивило. Еще больше меня удивило, когда мы оказались уже там, когда русских еще не так много было в Дубае. И я почувствовала огромное количество внимания. Я была очень светловолосым ребенком. Ну, 12 лет, ты все-таки еще такой начинающий подросток. Светловолосая, загорелая, голубоглазая, высокая. И мама у меня такая же. И вот мы идем по улице. Машины останавливались без светофоров. В каждом магазине тебе делают какие-то подарки. Тебя осыпают комплиментами. И вот из этого восточного гостеприимства, из этого проявления восхищения рождено множество мифов. В свое время очень многие русские девушки хотели и хотят выйти замуж за представителя мусульманского мира. Потому что там женщины купаются в золоте, ничего не делают. Им нужно быть просто очень красивыми и рожать детей. Это миф, конечно же. Это, конечно же, миф. И обратную сторону этой истории, этого мифа мы тоже многие знаем. Да, имеет ли женщина вообще там свободную волю? Не все мусульмане богаты, как шейхи. И у женщин есть огромное количество обязанностей. Да, вот у меня есть друзья. Они живут в Ливане. И это небольшое сообщество арабов-христиан. Да, они бесконечно гостеприимные люди. Я каждый год получаю приглашение для того, чтобы прилететь. И когда мы обсуждали мой возможный визит в Ливан, то моя подруга, я говорю, ты подскажешь мне, где мне выбрать гостиницу, чтобы я могла жить недалеко от вас? Она оскорбилась до глубины души, сказала, ты что, ты только у нас дома будешь жить вообще? Я говорю, а как, если я с ребенком полечу? Она говорит, ты что, все посидят? Когда ты гость в этом обществе, то ты вообще не думаешь ни о чем. Но при этом очень мягко и достаточно твердо тебя просят соблюдать определенные правила. Тебе объяснят, если что-то нельзя. И весь сериал нам об этом, в принципе, и показывает. Очень много есть про это. Очень много, что мы можем узнать вообще, как все это устроено, как устроен мусульманский мир. Про отношения к женщинам, отношения между женщинами, отношения до брака, после брака. И там, правда, много правил своих. Добро пожаловать в нашу новую рубрику «Психогенез». Здесь вместе с Международным онлайн-институтом психологии «Смарт» я расскажу об истории этой науки, знаменитых психологах и их знаковых пациентах. Со стороны может показаться, что жаде просто не достает внутреннего стержня. Поэтому она мечется между мужчинами. На самом деле сделать выбор не так-то просто, как кажется. И сегодня мы подробнее обсудим, почему это так. В 60-х годах психолог Питер Уотсон придумал эксперимент-загадку, которую считают одним из наиболее часто исследуемых вопросов в психологии принятия решений. Суть в следующем. Перед человеком на столе выкладывают четыре карты. На одной стороне карты написано число, а другая окрашена в один из двух цветов. После этого психолог говорит утверждение «Учетных карт голубая рубашка» и спрашивает, сколько карт нужно перевернуть для проверки. По статистике всего 10% испытуемых справлялись с загадкой Уотсона. Многие психологи и социологи считают, что дело в формулировке вопроса. Оно слишком сложное, поэтому человек не может принять рациональное решение. Эту мысль подтвердили экспериментами и не раз. В 2011 году в своей книге «Мышление. Быстрое и медленное» психолог Даниэль Кеннеман представил теорию двойной обработки. В ней говорится, что человек чаще выбирает в качестве ответа вариант, который перекликается с вопросом. В отношениях между людьми этот подход тоже работает. Принятие решений и оценка их рациональности – большой пласт психологии, на котором базируется огромная часть self-help и бизнес-литературы. Если вам интересно глубже погрузиться в тему, присмотритесь к онлайн-институту SMART, на курсах которого вы на примерах научитесь разбираться в работе человеческой психики. Международный онлайн-институт психологии SMART дает своим студентам не просто знания, а помогает получить профессию. Обучение полностью удаленное, что позволяет совмещать учебу с поседневной жизнью. SMART в два раза больше практики, чем в обычном ВУЗе, а преподаватели – кандидаты наук и обладатели ученых степеней. После обучения вы получите диплом установленного образца и сможете получить международный диплом MBA. Кроме того, выпускники SMART становятся членами Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Более 13 тысяч студентов из 65 стран мира уже меняют свою жизнь к лучшему вместе со SMART. Переходите по ссылке в описании и вместе с онлайн-институтом SMART осуществите мечту стать востребованным психологом. А всем слушателям подкаста «Все в твоей голове» SMART дарит грант в 45 тысяч рублей, который можно частично покрыть обучение на любом курсе института. Нам показывают хорошую картинку, и такое и правда бывает. Есть и правда такие семьи, но как мы с тобой сказали в выпуске на тему фильма «Красотка», многие темные стороны для того, чтобы не сгущать краски, не портить позитивное впечатление от просмотра, сценаристы убирают. То есть нас лишают реальной картинки жизни, а на самом деле, ну давай предположим, могла ли вообще такая история случиться на самом деле, в целом? Как думаешь? Ты знаешь, это, конечно, так все утрировано и смотрибельно сделано. Могла ли, почему нет? А могла бы она так долго длиться, как считаешь? Вот здесь у меня, правда, вопросики к этому. Я не знаю, что должна быть такая за страсть, за любовь, чтобы, несмотря на все, через годы, через расстояние, вот это все, да, это продолжало так активно, не знаю, может быть, какой-то гешталь там был не закрыт по поводу их отношений, и это, как же, да, мы... Не дозакрыли. Не дозакрыли это, ну, если там ориентироваться на эффект Блюм и Зейгарник, да, то, что в нашем внимании остается то, что не завершено. На этом, кстати, на этом эффекте построены многие там рекламные какие-то вещи, очень интересно. Почитайте про это как-то на досуге. И вот если мы возьмем за основу эффект Блюм и Зейгарник, то, наверное, это могло случиться. Я просто удивляюсь, почему, ну, знаешь, другие люди никак не могли появиться в их жизни. Но они же появились как-то. Как-то появились, но не так любы, скажем так. Там же есть несколько таких эпизодов, где мы видим, что Жаде поймала какое-то смирение перед своей судьбой, да, возможно, послушалась увещеваний Зарайда и дяди своего, который уговаривали. А вот надо сказать, что вся семья ее была очень терпелива по отношению к ней. Конечно же, они проявляли свой гнев. Не знаю, так ли он бы проявлялся в действительности, но вот на самом деле будет очень интересно послушать, скажем так, представителей сообществ для того, чтобы понять, как эта история могла сложиться в действительности. И она в какой-то момент, мы видим праздник, и мы видим, как Жаде смотрит на Саида. Это тот самый взгляд, о котором он мечтал. Очень хорошая гипербола. Друзья, сегодня о костюмах буду говорить очень мало, но все-таки о них скажу, вот буквально сейчас. Мы видим потрясающую картинку. Саид очень высокий человек, очень высокий. И очень привлекательный. Очень привлекательный. Ну, кстати, мы это начали понимать сейчас. Тогда Саид был просто душным абьюзером. Мы тогда еще не знали это слово. Сейчас норм мужик, что. Да он бомба, как на нем костюм сидит. Послушай, ну вот мы понимаем, что в начале фильма мы понимаем, что Жаде как будто бы она не маленького роста девушка, то есть она та самая восточная красавица. Копна, волос, потрясающие говорящие глаза, смуглая кожа, все ее жесты, то, какая она порывистая, просто как пламя. И вот мы видим, как растет персонаж. Из просто смуглой, запуганной девчонки с растрепанными темными волосами мы видим, как растет персонаж Жаде. И теперь это потрясающая молодая девушка с филигранным восточным макияжем, с убранными наверх волосами, в подобающей одежде, которая и подчеркивает ее фигуру, и не позволяет ее, скажем так, поймать на том, что ее одеяния не соответствуют религиозным постулатам. И она смотрит на своего мужа снизу вверх. Мы видим их разницу в росте. Мы видим, как она улыбается. Что, покорилась, как ты думаешь? Она очень... Приняла правила игры? Она очень старалась. Правда, очень тонко наблюдаешь эти процессы, особенно как... Ну, ты же знаешь, как я люблю фильм «Мимино». Тоже пересматриваю его каждый год, как раз после клона. И мы видим, по-другому уже относимся. Она старалась, очень старалась сделать так, не так, как хочет ее муж, не так, как хочет ее семья. У нее была тяга к тому, чтобы быть счастливой. И в молодом возрасте, когда ее отдали замуж, она не принесла себя в жертву. Она очень постаралась соответствовать тем условиям, в которые ее поместили. Мне кажется, что это блестящая метафора на свойства человеческой психики. Ну, вопрос в том, что... Потому что мы ко всему привыкаем? Да, да. Ты знаешь, я сегодня ехала с водителем такси. Вот маленькую ремарку приведу. Когда я села в машину, я почувствовала, что там работает кондиционер. Но вместе с этим я почувствовала удушающий запах. Такой удушающий запах бывает, когда окна в машине не открываются, а человек накануне пил и кушал очень... Ну, очень. И когда я попросила открыть окно, водитель отказался, сославшись на то, что у него аллергия. Первые две минуты я хотела вывалиться из машины, потому что я не могла дышать. Еще через две минуты я практически привыкла. Занька моя, можно вообще так тебя называть? Это называется творческое приспособление. Человек – существо, приспосабливающийся. Это очень важно для нашей адаптации. Вот, друзья, все, что не делается, все для выживания. И для нашей героини это оказалось тоже спасительным механизмом. Потому что если бы она продолжала противиться, возможно бы, ну, да, вот мы понимаем, что она вышла замуж не за самого плохого вообще-то человека. Родила ребенка. Родила ребенка, которого действительно искренне любила. Потому что ребенок стал единственным сдерживающим фактором от развода. Но в какой-то момент чувство свободы, желание ею обладать и решать самостоятельно многие вещи, хотя там нам и не показывают, что уж сильно она была там ограничена. Перед ее ногами было все. Тем более мы, так если уж совсем душно, мы видим, что Саид с каждой серией все богаче и богаче, и богаче, и горы золота вокруг жади все выше и выше. Ничем она ограничена, в общем-то, не была. Но для нее, вот мы смотрим на это, вот дурочка, чего ей там не хватало с жиру беситься? Ага. А на самом деле в какой-то момент человеческое желание обладать свободой выбора, свободой тем, кого любить, оно становится больше, чем деньги. Да. Вот в такую ситуацию у нас жадя. Да, и свобода – хорошее слово, вообще хорошая здесь метафора про свободу. В конце концов, да, она к этому приходит. Но сколько ей пришлось преодолеть лет? Сколько лет не свобода? Или наоборот такое, знаешь, не то, что не свобода, а все-таки я хочу вернуться к этому параметру как творческое приспособление. Да, здесь, кстати, можно с разных сторон это рассматривать и, думаю, наши слушатели тоже могут посмотреть, а как они считают, да? Жадя была не свободна или она просто хорошо приспособилась? Ну, выдерживала, выживала. Мы видим, что… Брала свое. Да, мы видим, что какое-то время она и правда очень старалась. Но потом в какой-то момент, когда снова появился триггер в виде этого с неправильным прикусом парня, они встречаются, и мы видим, что происходит снова катализация. Катализация. Есть такое слово? От слова кота. От слова катализация. Да, мы видим, что хорошо забытые чувства. Из воспоминаний, как мы знаем, уходит все плохое, потому что мы помним только хорошее. Вспыхивают вновь. А я, кстати, нет. Ты злопамятная, что ли? Ну, могу. Я, кстати, тоже. Ну, а я просто про других людей, которые не так хорошо… Ну, которые, да. Которые прямо умнички, дужки и зайчики. И зайки, да. Позвоните нам. Вот, и мы видим, что опять начинается это стремление. Они, слушай, они как эти магниты, которые сначала стремятся, стремятся, потом бах, и обратно друг от друга они. Их постоянно отбрасывает. Отбрасывают разные обстоятельства. Здесь я хочу плавно перейти к Маизе. Маиза роскошная, потрясающая, масштабная баба. Она для российских женщин привлекательна, как ты думаешь, чем? Страданием. Конечно. Это классический, абсолютно классический портрет женщины, которая может все, кроме любви. Вот она среднестатистическая героиня телеканала «Россия-2» или «Домашний». Она такая… Но не среднестатистическая, знаешь, все-таки при бабках. Нет, конечно. Ну, слушай, это, в принципе, Маиза – это где-то Катя из Москвы слезам не верит, которую ты так не любишь. Это вот она, потому что она проложила трудом. Нам сценаристы показывают, что Маиза тоже очень сильно выросла. Например… Так они любят, и она не сдается, конечно. Потому что у этой машины нет заднего хода. Мы видим, опять же, здесь… Вижу цель, не вижу препятствий. Пасхалка… Как живут Маиза. Ага, пасхалка от художника по костюмам и по образу. Вообще, в начале сериала мы видим Маизу без яркого макияжа глаз, да. Ну, опять же, мы здесь ограничены тем, что у нас между сериями-то на самом деле года не пролетают, да. И только макияжем или гримом мы можем подчеркнуть возраст… Ну, какие-то изменения, конечно. Да, изменения. У нас практически там не меняются львёночек и Вети, потому что они уже предстают перед нами. Потому что они уже так поменялись, что дальше. Боже, прости меня. Да, и Вети мой любимый персонаж. Это вот… Это просто тотем моей мамы, ну, примерно то же самое. Сильная женщина, но не плачет у окна. И мы видим Маизу без мейкапа, мы видим её с длинными волосами, ну, с такими волосами по плечи. И даже тембр голоса, если послушаете без озвучки сериал, то вы услышите, что тембр голоса у Маизы другой. У неё совершенно иная артикуляция. Мы даже нигде не видим в первых каких-то сериях, где она возникает. Мы даже нигде не видим её рук. И потом ярость персонажа, да, женщины, которая так старалась ради любви, так много работала ради положения. Причём мы понимаем, что Маиза, у неё нет классового неравенства с Лукасом, она из такой же семьи. И она не пришла туда бедной родственницей, она туда пришла объединить как бы вообще состояние. Потому что об их свадьбе пишут в газетах, да, она потрясающе красивая невеста, она знает, как себя вести. Это вообще очень желанный, скажем так, брак по теории таких семей. Мы с тобой говорили, много, кстати, говорили о мезальянсах. Мы говорили о мезальянсах в подкасте о Бридже Джонс. Мы говорили о мезальянсе в формате отношений мистера Бига и Кэрри из «Секса в большом городе». Красотка. Красотка, да, из свежих. Из свеженьких. Вот эти все, они совершенно потрясающе рисуют нам разные картины мира. А Маиза, она же лего из этого набора. И при всем при этом мы видим злющую иронию судьбы, где проходит там иное количество лет. Мы видим Маизу с стрижкой каре. Это стрижка всех сильных и успешных женщин. Разумеется, каре четкая, ни одной волосинки не торчит, безупречный макияж. Она одета, как невестка и жена миллионера. Она ведет, она знает, как с кем говорить. Она окружена совершенно блистательным обществом. Единственное, с чем ей не удалось совладать, это не укладка. Это ее раздолбай муж. И, кстати, там по касательной говорится о том, что Лукас все это время подыскивал себе жадьезаменителей. То есть он не такой уж и однолюб вообще-то, как нам показывают. Слушай, ну одно другому не мешает как бы. Любовь любовью. А что? А все остальное по расписанию. По расписанию. Кстати, ты вот веришь в эту физиологическую составляющую между людьми? Ну что может быть не коннекты, что совершенно невозможно это настроить. Я, кстати, много об этом думала, что, может быть, люди просто друг к другу не подошли. Я, конечно, верю в то, что люди могут друг к другу не подойти. И это нормально. Так бывает. А мне вообще кажется, что... Мы не стодолларовая купюра, чтобы всем нравиться. Это точно. Да, даже если у вас очень хорошие характеристики. Вот знаешь, как люди иногда... Я просто думаю, почему люди часто пытаются натянуть вот этот... Саву на глобус? Саву на глобус. Ну объясни. Я не очень могу понять. Я вообще не понимаю, да, драмы этого сериала. Вроде бы все просто. Уходи. Маиза мне не люба. Я ушел от себя. Пошел, взял жаде. Я большой, сильный. Мне много денег. Я могу делать все, что угодно. Все. Поженились. И хэппи-энд. Юль. Ну и мы бы похерили эпоху просто вообще. И не носила бы я на бедрах платков, не красила бы каялом глаз, который мне, к слову, совершенно не идет. И не слушала бы песню Хабиби на повторе уже сколько лет. Много лет. Сколько лет вообще. На минуту. А это прекрасная луна ту. Александр Софина, между прочим, вот приезжает. Приезжает. Каждый год. Пойдем. Ты понимаешь, у него нет других песен? Нет. Только это. Он просто ее на репит ставит и играет. Такое-то не очень доброе получается выпускать, мне кажется. Ну, вообще, как и сама эта жизнь. А мы тут не ради доброты. Ну, в общем, если вернуться на серьезные щи, то здесь мы получаем драму, которая на самом деле в реальной жизни очень-очень часто встречается. Это женщина, которая... Людям нравится страдать, знаешь, мне кажется, часто. А ты же психолог или где? Одень обратно костюмы специалистов. В чем проблема твоя сегодня? Друзья, почему я сказала о вот этом самом тотемном, архетипичном портрете киногероини, которую нам воплощают через Маизу? Она очень симпатична многим женщинам. Очень. Потому что сначала она вызывает всплеск негодования, мол, кто ты такая, уйди с пути, не мешай жаде, мы тебя затопчем все, набьем тебе морду и приедем в эту вашу Бразилию. Ты понимаешь? Все были включены в этот сериал. Он как-то захватил общество людей, и у всех там были свои любимчики. Ну, естественно, большинство сердец занимала Лара Назира. Кто такая Лара Назира? Лара Назира – это сестра Саида. Незамужняя сестра Саида. Незамужняя прекрасная женщина, которая все время пытается найти себе мужа. Несмотря на гротеск ее персонажа, она, кстати, очень тоже близка большинству женщин российских, потому что она очень хороша. Она потрясающая. Она вырастила своих братьев, положила свою жизнь на то, чтобы сделать их порядочными людьми. И они очень любят, они с огромной нежностью относятся к своей сестре, опекают ее. Да, там же еще один брат, точно. И его жена. Да, она вообще-то старшая сестра. Но несмотря на это, они отдают… Здесь опять мы попадаем вот в эту горечь, где в мусульманском обществе женщина ценится так или иначе. Старше, младше, неважно. Она получает должный почет и уважение, если это правильная, хорошая семья. И Лара Назира, она такой антагонист Жаде, потому что изначально вот на этом юморном гротеске она выступает, она постоянно называет своих невесток адалисками, говорит, что они ничего не делают, купаются в золоте. А на Назире ездят все как верблюд. И несколько есть эпизодов, где Назира снимает маску Петросяна и говорит с Жаде как с женщиной. Она старается ей помочь. Там этого очень немного, но для нашего сегодняшнего выпуска это немаловажно. Что в этом сериале очень сильно нам видно то, как женщины могут помогать друг другу и как они сильны в своей ненависти и агрессии по отношению друг к другу. В конечном итоге там у Маиза с Жаде происходит какой-то разговор и все очень сильно ждут, что это будет за встреча. Потому что Жаде сначала предстает таким невинным теленочком, а Маиза такая агрессивная тигриха. Сейчас прям хочет разрушить счастье голубков. Хотя на самом деле у всех этих четверых взрослых достаточно уже людей есть свои, скажем так, косички. Саид никак не может расстаться с иллюзией о том, что Жаде может его как-то там полюбить, потому что он что-то для нее делает. Маиза никак не может распрощаться с призраком Дьогу и отгоревать то, что мужчина, за которого она на самом деле хотела выйти замуж, он вообще-то умер. Да. Умер. И ей остается только его оплакать и больше ничего. А не пытаться построить свое счастье с тем человеком, который остался рядом с ней. Да, с Жаде, которая хочет. И она очень пытается. Смотри, там два героя очень стараются. Это Саид и Маиза. Да, да, да. Очень стараются, чтобы как-то быть счастливой. Но, скорее всего, это тоже же иллюзия. Когда ты не замечаешь, что другой не откликается тебе тем же. Я думаю, что это и в нашей современной жизни такого полно. Да, это в ежедневной нашей жизни. Знаешь, как это мамы для детей старые? Я, его, в музыкальную школу, и на хоккей, и туда. А психолог спрашивает, а ребенку это вообще нравится? Да? Он вообще счастлив от этого? Или вы его мордой по асфальту на этот хоккей тащите? Также мордой по асфальту тащит Маиза этого несчастного Лукаса. Да, ради какой-то своей идеи и иллюзии. И как вообще устроены... Давай их... О, давай их типируем, пожалуйста. Моё самое любимое. Разложим их по баночкам, пожалуйста. У нас Маиза и Жаде, на мой взгляд, очень похожи. Они обе истеричные, агрессивные бабы. Очень хитрые, очень умные. На твой взгляд, они как, вот похожи или разные? Они, с одной стороны, похожи, с другой стороны, разные. И, знаешь, есть сейчас ощущение, когда я думаю про них, что если брать Маизу и Саиде, то они как бы взрослые, а вот Лукас Жаде не очень. Подростки такие, да? Они как будто бы остались вот в развалинах в той первой серии. Да-да-да, иди сюда, я знаю, чего ты хочешь, я знаю, что для тебя хорошо. Да, очень похоже, очень похоже. И правда, Саид же говорит и своими поступками постоянно показывает Жаде, что только он вообще-то знает, как сделать её счастливой и лучше. Да-да-да. Интересная такая. Это большое заблуждение. Огромное. Ну вот у нас... И многие пары в это попадают. Я уже вам как семейный терапевт могу сказать. А как выходить? И тянут, тянут, тянут партнёра. А как выходить? Нужно учиться слушать своего партнёра. Слышать. Слышать, слушать, слышать, конечно, замечать. Тоже, знаешь, как с детьми мы всё-то говорим. Замечать, понимать, что он хочет. Получается, вот эта ситуация, такая любовь, она такая проективная. То есть я на тебя что-то там повешу, какой-то образ, я его буду любить. А кто ты при этом непонятно. Но это вот с Моизой это произошло. Она повесила и упорно много лет, собственно говоря, тянула. Там есть очень печальный и серьёзный эпизод, который, я считаю, следует обсудить, для того, чтобы у взрослых людей, которые могли бы попасть в такую ситуацию, то, возможно, вот у вас есть дети, да, и когда говорят, что, знаешь, там, ой, мы разведёмся, дети там ещё маленькие ничего не понимают и так далее и тому подобное, дочь Лукаса, единственная пуговка, надежда, отрада, она попадает в наркотическую зависимость. Попадает. Почему? Потому что, на мой взгляд, а ты сейчас скажешь мне свою версию, на мой взгляд, эта девочка, она находится между двух огней. Достаточно мечтательный, но при этом добрый и любящий, ну, вот как может, да, отец, который, в общем-то... Который занимается, в общем-то, своей жизнью побольшую. Своей жизнью занимается, но, тем не менее, там мелькает то, что он, да, там, Лукас увлекался музыкой очень сильно и хотел стать музыкантом. Но когда его старший брат умер, то пришёл папа... Старший на пять минут? Да, а он правда был старшим. Когда его старший брат умер, пришёл папа, выкинул гитару и сказал «No guitar, please business, for favor». И Бриганда тебе за то, что ты положил свою жизнь. Смотри, и папа тогда тоже делает то же самое с ним. Вообще, это, похоже, очень, ну, привычный, так скажем, стиль его вообще жизни, Лукаса. А это привычный стиль жизни этого общества. Да, Маиза с ним делает то же самое. Тебе многое дано, значит, тебя больше спросят. Это вот такая классовая ерунда, да, где мы можем перевести на русское дворянство. Да, много сейчас вот фильмов снимают о том, как дворянин полюбил крепостную. И как это всё сопровождалось плетьми, побоями и так далее. Да, неравный брак. То же самое, в принципе. Я, ты знаешь, сейчас вот думаю о том, что я, мне кажется, поняла, почему так долго они не могли соединиться. Это Жаде и Лукас. Что такое? Там же пандемии не было, самолёты летали. Да, пандемии не было, самолёты летали, потому что они оба, как те, знаешь, ослы, которых на верёвочке тащат. Там мало инициативности. Мало инициативности у него. Потому что, я говорю, опять-таки, учитывая, что отец так с ним поступает, ему довольно привычно жить, когда кто-то его тянет, кто-то им руководит. И отношения с Маизой, они были такие более комплиментарные, чем с Жаде. Ты открыла ящик Пандоры, «Душа моя, слушай, это ведь вообще очень трезвая мысль, Юль». Да, сегодняшнего дня только так. Друзья, общество анонимных алкоголиков и любителей сериала «Клон» приветствуют вас на своей территории. Слушай, это совершенно потрясающая мысль. Вот почему он часто был в шаге от того, чтобы принять решение о жизни Жаде, но мозжечок-то подсказывал ему… И импульса-то не хватает, конечно, личного. У него нет своего импульса. Да, он ему подсказывал, «Лукас, не ходи, там никто не скажет, во сколько вставать и куда идти. Придется решать самому». Да. Вот, друзья, такую пасхалку мы оставили вам, в общем-то, практически уже в финале выпуска. Немножко поговорим про костюмы, макияж. Нам постоянно показывают дом дяди Али и постоянно показывают дом Леонидаса. И то, как устроено общество на тот момент. Это 2005-й, если не ошибаюсь, 2004-й год. Да. Где еще очень все-таки закрытое общество. Например, Марокко, в принципе, достаточно закрытое государство. Там так просто в гости не попадешь. Если, например, брать Ливан, где тоже живут арабы, там все намного свободнее. Или Арабские Эмираты, которые вообще для россиян как дом родной. Мы видим обилие цвета, ковров, обилие драгоценностей на женщинах. Мы видим иерархию. И там, и там нам вообще показывают достаточно состоятельные семьи. И мы понимаем, что оба героя живут примерно одинаково с классовой точки зрения жизнь. Они оба достаточно состоятельные или являются наследниками большого состояния. И такая яркость, друзья, на самом деле на тот момент уже таковой не была. Конечно, безусловно, как и, например, ортодоксальные евреи, так и ортодоксальные достаточно мусульмане очень сильно до сих пор отличаются. То есть на улицах, например, там Бруклина можно увидеть мужчин в традиционной еврейской одежде с белыми нитями на жакете. И к ним нельзя подходить. Ну, то есть нельзя просто так подойти к представителю этого закрытого общества и спросить, куда идти. Он, скорее всего, вам даже не ответит. А если речь идет о женщинах, то они даже по улице одни не ходят. И, соответственно, мы получаем такую контрастную картинку. Сценаристы ее еще сильнее насаждают красками. Контрастировали. Контрастировали, да. Это такой нейтральный неоклассицизм, безупречные наряды Маизы и все эти бежево-песочные оттенки. Автомобили и так далее. И такой же миллионер дядя Али, но уже в такой свободной рубашке. И везде у них есть, например, домашний персонал. Но если в доме дяди Али домашний персонал, он не получает такой регламентированности, имеет право проявить характер или что-то еще, то, например, в доме Маизы, но я даже не скажу в доме Леонидаса, потому что хозяйкой там на самом деле была она. Она пестовала домашний персонал, да, потому что когда приходит к дочери ее уже взрослой на место водителя, как называла его моя мама, побитой молью, приходит Шанде, то она всячески противостоит тому, что ее дочь проявляет интерес к этому безродному, еще и со следами ветрянки на лице. Ушлюпку, да. Что уж, зачем мы будем скромничать? Челядь, челядь не может иметь, он еще, вот это вот его подобострастность, да, потому что он-то понимает, у каких людей он работает. Он называет ее Донна Маиза. Он не может переключиться на маму, понимаешь? Он не может сказать Донне Маизе маму. Вот, и здесь тоже красивая такая достаточно параллель, когда Мел все-таки становится наркозависимой. Вот давай проведем параллель между неустроенностью личной жизни ее родителей и впаданием ее в эту зависимость. Можем ли мы это связать? Или это совершенно несвязанные вещи? Конечно, мы можем это связать. Причин не так уж много, да, хотя очень много. Конечно, для меня это в первую очередь, когда я думаю о Мел, я думаю как о таком, знаешь, забытом вообще ребенке. Да. Забытом ребенке, который живет всю свою жизнь в этом напряжении между двумя людьми и которому как с этим напряжением нужно справляться. И, конечно, тогда зависимость, это будет одним из способов. Между двумя разными людьми, между авторитарной, требовательной мамой. Там есть очень любимый мной прием, когда мама пытается девочку одеть. Девочка уже взрослая, у нее уже хоть и небольшая, но своя грудь. И мама пытается сделать из нее вот эту конфетку, нарядить ее в красивый фантик. А девочка вообще хочет глаза карандашом подводить. Да, она не понимает, что мама хочет от нее. Она же и так хорошая. Потому что Маиза, и она делает то же самое, что делает со своим мужем, с Локасом. Она вся в каких-то представлениях своих о другом и совершенно не способна увидеть за этим другого вот этого живого конкретного человека. Да, ну радостно на самом деле за Маизу. Вы, друзья, без нас посмотрите, чем закончился сериал. Но все-таки одну веточку я вам тут оставлю. Маиза в конечном итоге обретает свое счастье с человеком. И мы видим, что она не упокоена, но что она наконец-то счастлива. Увидев, какова вообще бывает реальная жизнь, когда столько лет ты не замечаешь свою дочь, когда столько лет ты проводишь в какой-то борьбе с ветряными мельницами, ей не с чем было бороться. Она придумала себе совершенно сама, придумала какую-то борьбу, какую-то войну, в которой она была генералом. И когда она поняла, что нет никакой войны, уже было немножечко все-таки поздно. Но что-то сделать удалось, потому что финал у сериала все равно позитивный и хороший. Может быть, за это мы его так сильно любим. А бывают ли сериалы с другим финалом? Да бывают, конечно. Да, но я не знаю ни одну бразильскую оперу мыльную. Не, ну там, слушай, все равно кто-то мрет, все равно кто-то что-то... Кто-то всегда мрет, Катя. Да, да, без этого никак. Драма она все-таки драма. И бразильские сериалы темы хороши, что они такие цветистые все-таки. Да, там картинка мира настоящая. И, Островская, расскажи же мне, пожалуйста, какой совет можно дать женщинам, которые оказались на распутье между хорошим таким мужиком и Лукасом? Да, и во дворе, мои прекрасные женщины, если вы находитесь на распутье между хорошим мужиком и Лукасом, я думаю, что ответ, конечно же, очевиден. Выбирайте кабинет психотерапии, да? Да. Но знаешь, о чем я думаю сейчас? Я хочу сказать, что вообще на самом деле Саид с Жадей подходят друг к другу больше, чем с Жадей с Лукасом. Так же, как и Лукас с Маизой подходят друг к другу больше. Потому что притянулись друг к другу по каким принципам ты меня научила? По комплементарным принципам. Крутите барабан. Конечно, да. И это очень странная какая-то юношеская их романтическая история любви, когда они были совсем молоды. Это просто... Я думаю, как вообще во взрослом возрасте можно было туда попасть? То есть я так сейчас критикую и Жаде, и Лукаса с другой стороны. И я думаю, выбирал ли Лукас между двумя женщинами? Скорее всего, он не выбирал. Вообще, я не знаю, мог ли он что-то выбрать в этой жизни. Он не выбрал ни работу. Слушай, я представила его в самолете, когда эстердеса подходит и говорит «Курица или рыба?» И он такой «Блин». Простите, простите, сценаристы. Маленькое лирическое отступление. Луковские сценаристы. Я вернусь к проблеме выбора. Мне не очень понятно, как это, но я когда-то услышала очень прикольную фразу от одной женщины, которая говорила, что если вы выбираете между мной и другой, то выбирайте другую. То есть мне уже как бы не нужно. Тогда для меня это уже не имеет ценности никакой. И здесь немножко под... Выбираете, тогда уже не менее. Немножко тащит вещизмом. Что значит, выбирает человек все-таки сердцем? Сердцем привязанностью, гормонами, впечатлениями. Вообще куча-куча тем. Любовь – чувство необъяснимое, никем не взвешенное, не разложенное на какие-то там стадии. И никто не знает, как полюбить. Мы знаем, как излечиться от гриппа, и то не всегда. А отвечать на такие вопросы, что там, как полюбить человека, который рядом. Но вы можете только разобраться со своими чувствами, опознать их вообще, что сейчас с вами происходит. И больше ничего. А когда говорят выбирать между двух мужчин, мне кажется, что вы тогда никого не любите. Вот правда. Я согласна с тобой здесь. И я от себя как... Не, ну если бы я выбирала, я бы выбирала побогаче. Ну как бы, ну понятно. А там же не сказано, кстати, кто кого. Да, не сказано. Кто кого богаче? Да. Нет, там непонятно. Не понятно. А не потому, что там эта борьба тигра и бегемота. Неясно, кто победит, понимаешь? А кто тигр? Ну явно Саид тигр. Лукас все-таки, знаешь, такой он... Нет, он, знаешь, он не бегемот, он слон. Такой медленный, тормозной. Медленный, очень редкий, да. Симпатичный. Очень редкий слон. С грустными глазами. Ну вот он... Ну в ярости он, конечно, да. Мы, правда, ни разу не видели, но бог с ним. Друзья, я хочу дать вам одну рекомендацию от себя лично и уверена, что Юля ко мне присоединится. Когда вы после наших выпусков смотрите кино, постарайтесь все-таки отнестись и с вниманием к тому, что мы говорим, и с юмором, потому что у нас совершенно нет цели научать вас смотреть фильмы через парадигму психологии или эксперта по... По сериалу Клон. По сериалу Клон, по достоверности костюмов, искать какие-то недостатки. Получайте удовольствие, потому что мы в подкасте «Все в твоей голове» обсуждаем только достойные произведения, а сериал Клон точно может претендовать на символ эпохи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok